Да, живые концерты, это вам не шуточки. Следующее имя. Я не знаю, кто был бы популярнее среди авторов в начале 80-х годов. Конечно же, Юрий Антонов. Вот пример того, что для того, чтобы быть популярным автором, и даже зарабатывать деньги, совершенно не обязательно быть членом союза конкурентов. Удивительная история, но Юрий Антонов не был членом союза композиторов. И до 85-го года не издал ни одного гигант диска. Зарабатывал гораздо больше любого деятеля советской эстрады. А при этом совершенно законно, и ведь, хотя сама авторская ставка была крайне велика, но песни Антонова издавались громадными терроризами в исполнении самых разных вокалей инструментальных концертов. В 81-м году Артонов установил еще один, не побитый, до сих пор не ход. За 15 дней он сделал и играли 28 концертов, на каждом из которых присутствовало по 14 тысяч целителей. И в 81-м году, конечно же, вышел, опять-таки возвращаемся к кино, вышел фильм, ну, пускай даже немного телевизионный, но, тем не менее, берегите женщин, где команда бравых женщин-барьков доказывает, что они ничем не нужны мужчин. Фильм на нем громадный успех, а песня для него написал Юрий Антонов. И вот сейчас вы услышите песню «20 лет спустя», а текст в ней написал биофизик Леонид Абадеев, при этом он писал уже на существующей мелодии, что интересно. В самом фильме Антонов даже не появляется, но его голосом поют песни разные персонажи. «20 лет спустя» Леонид Абадеев, Юрий Антонов. «20 лет спустя» Леонид Абадеев, Юрий Антонов. 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 Леонид Абадеев, Юрий Антонов.